всем привет вы на канале airsoft rus и сегодня в меню топ снайперских винтовок если ты спросишь у меня как правильно заходить в страйкбол снайпером то я отвечу прямо покупай калаш или м-ку переводи ее на ввд и будет тебе счастье и снайперская винтовка но это не совсем тот формат которые хотят большинство игроков если уж стал снайпером то нужна снайперская винтовка поэтому сегодня мы поговорим топ спринговых винтовок для снайпинга в страйкболе и начнем мы сегодня не с последнего а с первого места да и сам топ будет не совсем привычный потому что вопрос выбора снайперской винтовки весьма сложный и имеет много подводных камней так вот первое место в с р-10 на выбор есть множество вариантов на этой системе однако я предлагаю рассмотреть либо марой либо цим почему сразу две винтовки да потому что у них есть как схожие моменты так и различия допустим марой это на мой взгляд лучшая снайперка из коробки у нее есть прям в комплекте работающий глушитель с помощью которого можно действительно сделать эту винтовку потише ее можно прям не тюнить хоть и у нее и 90 метров в секунду на выходе но при этом она отлично работает все детали супер подогнаны и она действительно может выдавать то что хочет снайпер новичок от своей винтовки sm701 от цимы прямая противоположность марую здесь качественной подгонкой вообще не пахнет и даже сам взвод затвора ощущается совершенно по-другому однако поскольку система одна и та же то тюнить ее можно одними и теми же деталями а следовательно цена итогового тюнинга будет также практически одинаково однако цена самой винтовки то есть базы у цимы намного меньше а потому можно собрать себе крутую снайперку подешевле и объясню почему именно это первое место в с р-10 самая тюнингопригодная система у снайперских винтовок на нее делается большая часть тюнинга на нее делается лучший тюнинг и что самое важное этот тюнинг по-настоящему качественный и позволяет получать лучшие результаты есть только один важный нюанс который должен знать у этих винтовок не совсем правильное расположение магазина у боевого прототипа магазин находится прямо вот здесь а у страйкбольный вынесен немножко вперед что разумеется портит общий антураж если ты разбираешься в оружии однако поскольку это лучшая система для тюнинга такое можно простить второе место и здесь у нас располагаются винтовки с другой схемой другой внутрянкой и совершенно другим внешним видом однако второе место они заслужили по праву это цима 707 и выглядит она просто прекрасно планки пикатинни сверху по бокам клёвый приклад складной приклад все настраивается все выглядит так что с этим буквально можно идти играть как будто бы из коробки но опять же любая снайперская спринговая винтовка требует тюнинга эти винтовки не исключение главное фишка которую я бы хотел выделить это правильное расположение магазина он находится в том месте в котором находится и у боевых прототипов то же самое и с нашим вторым кандидатом на второе место это l96 от маруя важно понимать что здесь система неба с r10 а другая а соответственно тюнинг хоть и возможен но немного более сложен и разумеется в данном случае у нас опять бой маруя с цимой опять они на одном месте по той причине что обе винтовки достаточно интересны но имеют различия маруя разумеется стоит дороже хоть выглядит также отлично цима разумеется в базе стоит дешевле но опять же у нее есть свои нюансы такие как менее точная подгонка деталей и срочная необходимость тюнинга для того чтобы выдавать хорошие результаты выбор снайперской спринговой винтовки это не только внешний вид хотя он разумеется важен тебе должно нравиться то с чем ты играешь ты всегда должен понимать какая здесь стоит система какой поршень цилиндр и на что ты будешь это менять есть какой тюнинг ты будешь ставить то есть если покупая допустим ак или м-ку ты можешь об этом вообще не думать здесь же лучше это знать заранее чтобы впоследствии быть готовым к тому что ты будешь ставить и за сколько это будет покупаться третье место здесь у нас цима 706 и цима 708 да на третьем месте у нас две цимки и одна из них очень похоже на наш предыдущий образец однако сейчас я сразу поясню почему нам на третьем месте и что это не одно и то же на втором месте я очень сильно акцентировал тебе на скорость с боевым прототипом так вот здесь им особо не пахнет магазин здесь бутафорский а настоящий магазин располагается вот здесь на 2 снайперской винтовки от цимы похожая история магазин вынесен вперед что не слишком-то добавляет антуража на играх и может быть критично для тех игроков которые занимаются реконструкции или моделирование что же касается внутрянки здесь у нас опять же не vsr 10 все время буду ссылаться на vsr 10 а следовательно тюнинг хоть и возможен но придется действительно поискать подходящуюся систему подходящие габариты и подходящий итоговый выхлоп что на снайперке очень актуально и вот еще одна проблема которая у нас возникла при составлении этого топа заключалась в том что снайперов страйкболе очень мало а еще меньше играют с разным оружием большинство выбирают одну и ту же систему и тюнит ее до умрачения то есть то время когда автомат или пистолет-пулемет и пистолеты используют практически каждый игрок и прекрасно знает что лучше что хуже выделяет фаворитов со снайперками такое сделать сложно поэтому и критерии оценки снайперских винтовок у нас немножко другие однако ты разумеется можно писать и свое мнение в комментариях нам будет интересно его почитать и понять где мы не правы либо где мы попали прямо в точку потому что на мой взгляд если тебе нравится к примеру такая винтовка то не настолько важно какая здесь будет стоять системы тюнинг есть на все вопрос только того хочешь ли ты с этим заморачиваться выбирать сложный путь или готов взять что-то менее красивое на вид но более функциональное по своим характеристикам если хочешь знать мое мнение я бы взял то что мне больше нравится по внешнему виду это что подходит на период моделирования а уж тюнинг бы я однозначно нашел потому что если рассматривать винтовку только с позиции тюнинга то опять же надо брать не спринговую винтовку а ек и переводить ее на ввд и в таком случае ты получишь идеальную точность и дальность а если уж хочешь брать спринг выбирай то что тебе больше нравится потому что данный топ в отличие от предыдущих весьма условный однако я надеюсь смог донести до тебя основную мысль что есть те снайперки которые тюнить сложнее есть те которые легче есть те которые более аутентичные и те которые менее аутентичные как допустим здесь где магазин абсолютно бутафорский а на этом на сегодня все не забывай подписываться на канал и также напомню что будем ждать от тебя твое мнение в комментариях касаемо нашего распределения топа снайперов пока